Наш сегодняшний гость в студии, заведующий кардиологическим отделением ВРКБ Дмитрий Орловский. Тема нашей беседы – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Здравствуйте, Максим. Правильно ли я понимаю, что сейчас сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют? К сожалению, да. Совершенно верно. Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении уже многих лет занимают первое место. И, к сожалению, по их распространенности, и, к сожалению, по смертности. И в последнее время, да, мы видим, что они стремительно молодеют. И я думаю, что определенную роль, кстати, в этом сыграла и пандемия. Если можно применить такой термин, какие болезни находятся в ТОПе? Самые распространенные, скажем так. Ну, в ТОПе сердечно-сосудистых заболеваний находится артериальная гипертензия. Потому что это первое заболевание, с которым обычно сталкивается человек. И к каким последствиям приводит повышенное артериальное давление? Повышенное артериальное давление приводит к развитию ишемической болезни сердца, к развитию заболеваний, связанных с поражением головного мозга. То бишь, это развитие инфаркта и инсульта у пациентов. Какие существуют, ну, может быть, самые простые, элементарные способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, в первую очередь надо понимать, что есть так называемые модифицируемые факторы риска и немодифицируемые факторы риска. Немодифицируемые факторы риска – это то, на что мы не можем воздействовать. Это, например, наследственность, это мужской пол и возраст более 45 лет. Эти факторы, которые будут сопровождать нас все время, но есть факторы модифицируемые. И, в первую очередь, на это надо обратить внимание. Основным фактором риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, он занимает первое место – это курение. Это курение, которое способствует развитию атеросклероза, которое способствует… Никотин способствует снижению хорошего уровня холестерина. И как соответствие развития атеросклероза и осложнение атеросклероза – это инфаркт, инсульт. Следующими факторами риска являются гиподинамия. То есть малоподвижность, особенно в наше время, когда у многих людей есть автомобиль. Ну, плюс многие работают за компьютером, в общем-то. Опять же, сидят. Да, люди работают за компьютером, поэтому, наверное, тут важно сказать, что, сразу касаясь вопроса гиподинамии, что это должна быть обязательно физическая нагрузка, то есть ходьба минимум 30 минут в день. Еще одним важным фактором риска является избыточный вес. Избыточный вес – это люди уже, которые знают об этом. Есть очень простая формула, да, то есть это можно найти в любом компьютере – индекс массы тела. Если индекс массы тела превышает допустимые значения, значит, человек должен задуматься. Еще следует сказать о пациентах, у которых, ну, у них вроде бы еще нету сердечно-сосудистых заболеваний. Это пациенты с сахарным диабетом. Потому что повышенный уровень сахара в крови – это также повышает риск развития атеросклероза. Существует еще, в последнее время отнесли к факторам риска, ну, так называемый социальный фактор – стрессы. Стрессы, которые, к сожалению, в нашем развитом мире окружают нас полностью. Вот. И это является сейчас тоже одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причем этот фактор риска, если раньше об этом просто говорили, сейчас он официально отнесен к факторам риска. Понял. Ну, какие советы вы, как врач, могли бы дать нашим зрителям, чтобы они обратили внимание на какие-то определенные вещи, и чтобы сердечно-сосудистые заболевания, ну, может быть, даже обошли их стороной? Ну, наверное, в первую очередь это самоконтроль. Самоконтроль, то есть если у человека появляются головные боли, повышенная утомляемость, одышка, которая появляется при привычных физических нагрузках, то это уже повод задуматься. Один из основных способов избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний – это, как не банально звучало, прохождение диспансеризации. Диспансеризация доступна. Обязательно зарегистрировать ЭКГ, обязательно определить уровни сахара крови, и обязательно определить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина – это тоже один из важных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И, соответственно, при диспансеризации, если доктор увидит, что есть какие-либо отклонения от нормы, то он, соответственно, направит на более углубленное обследование, и там уже можно будет откорректировать. То, что касается гипотинамии, это обязательная ходьба. У нас прекрасные парки. Обязательно надо упомянуть, что кроме обычного снижения массы тела, необходимо соблюдать определенный рацион питания. То есть это так называемая средизмономорская диета, которая полезна для сердца. То есть это обязательно должно быть присутствие большого количества фруктов, овощей. Желательно хотя бы раз в неделю употреблять жирную морскую рыбу. И очень важным фактором, и, наверное, самым важным фактором первым, который может снизить риск развития артериальной гипертензии, и как следствие развития других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, это снижение употребления поваренной соли до 5 грамм в сутки. Я упоминал ранее, что курение занимает первое место среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мы призываем отказываться от курения. Это обязательное условие для того, чтобы мы жили дольше и лучше. Отказ от курения. Также нельзя злоупотреблять алкоголем. Допустимы небольшие дозы, допустим, красного вина. Но не более того. Спасибо за ваши советы. Надеюсь, что нашим зрителям они пригодятся. Надеюсь, что даже наши зрители все-таки к ним прислушиваются. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам. А я напомню, что мы беседовали с заведующим кардиологическим отделением ВРКБ Дмитрием Орловским. К другим новостям.